Глава городского округа Станислав Катаров провёл традиционную встречу с предпринимательским сообществом Реутова. Экономические показатели городского округа продолжают расти. В прошлом году фондами и кредитными организациями Московской области для развития бизнеса в Реутове было выделено более 350 миллионов рублей. Поддержка оказывается не только компаниям с уже сложившимся и успешным бизнесом, но и начинающим. Компания занимается продажей и производством швейной фурнитуры. В частности, мы в городе Реутов открываем производство молний, застёжек молний. Данные молнии будут поставляться для одежды военнослужащих. Благодаря администрации мы открыли новую компанию Московской области и администрация помогла найти производственные площади. Оборудование уже заказано у нас и в ближайшее время поступит. В рамках бизнес-завтрака подробно рассмотрели тему подготовки кадров для риутовской промышленности. После присоединения к пилотному федеральному проекту «Профессионалитет» Подмосковный колледж «Энергия» получил в своём риутовском филиале уникальную учебно-производственную базу и стал настоящим флагманом обучения молодёжи рабочим специальностям для реального сектора экономики. «2200 студентов ежегодного выпуска – это серьёзная база, из которой всегда можно выбрать себе специалиста или подобрать. Но делать это надо на рубеже третьего курса, потому что, когда они доходят до четвёртого, в большинстве случаев они уже, как сказать, подписаны теми или иными предприятиями». Глава округа поблагодарил предпринимателей за регулярную гуманитарную помощь участникам СВО и жителям освобождённых территорий. Только за первый квартал этого года было отгружено более 50 тонн. «Большую помощь в сборе гуманитарной помощи оказали жители города, учебные заведения, собрав 16 тонн. Предприятия города – 2 тонны, администрация города – 3 тонны. Огромный вклад на помощь в проведении СВО внёс ВПК НПО машиностроения, оказав целевые взносы в размере 9 млн 917 тыс. рублей. Финансовую помощь оказали также предприятия, администрация города, депутаты городского совета и неравнодушные жители, перечислив целевые средства в размере 6 млн 11 тыс. рублей». В формате «Бизнес-завтрака» были затронуты и другие вопросы – налоговые и имущественные, организация медосмотров на предприятиях, участие в благотворительных проектах. Такие встречи проводятся несколько раз в год и, несомненно, приносят ощутимую пользу их участникам.